привет всем привет youtube шейный груз первое мое изделие и попробую тоже поделиться но своим опытом определенного ну возникла значит какая-то необходимость поиметь шейный груз но посмотрела все-ка много разного того сего принципе и говорю ну то что я прям курифий разные веса разные грузы от килограмма там до пяти до семи в зависимости от костюма условий погружения и прочего давайте просто по порядку пересмотрел я разные варианты изготовления шейных грузов ну кто как делает колбаски клеят нет вставляют стропу заматывают этим таким пластиковая вот эта вот лента ленты которые на защелочкой ну в принципе я попробовал вот так вот что-то у меня там было что-то там я прикупил и вот поэтому значит смотрите что получилось первая пряжка пряжки но несколько пряжек таких вот стандартных у меня было поэтому я принципе посмотрел те камеры велосипедные но была у меня 26 камера 12 камера ну потолще они которые такие сколько там получается на 2225 по моему такая толстая камера ну пряжек не было таких вот такая была думаю ладно начнем с чего-то определенного малого но заехал в триал спорт купил камеру вот эта камера знаете какая которая для старт-шоссе для шоссейного велика 700 она была принципе одна это самых дешевых там учет вышла там 240 рублей вот эта камера потом я заехал значит магазин охотник и купил то дроби тоже там восьмерка девятка ну девятку я посмотрел она была ну прям совсем мелкой которую рекомендуют но прям вообще мелкая мелкая то есть взял принципе восьмерку дробь я думаю что она вполне подходит ну теоретически например если камера больше можно наверно даже туда засыпать дробь на которую ну ну чуть побольше там семерку можно даже наверно ну шестерку не знаю как ну по крайней мере 7-8 в среднем получается цена дроби была вот 300 рублей за кило взял я пакетик ровно килограмма то есть дальше что смотрите получается как все вот это сделано опять я и почему не стал делать то что думаю ну как его там не знаю фиг его знает это надо делать было там эти стыки чё-то там монтаж прочее там и поэтому не стал с этим сильно заморачиваться я просто объясню суть дела я думаю что принципе при желании любой справится потому что очень много разных разнообразных советов то есть главное подбираете камеру и под камеру в принципе подбираете пряжку или берете пряжку и примериваете под пряжку камеру то есть вот это сама вот эта 700-ая камера вот в такую пряжку самую то обычно она такая но наверное как бы но узкая такая вот она входит нормально но и суть дела какая взяли просунули ну как обычно как обычно и как обычно я не знаю капроновый строп взяли просунули я дальше что сделал то есть получается сам хвостик он внутри сама камера она покрыта там тальком всяким разным то есть я сначала попробовал бензином обезжирить но мне кажется бензином не очень хорошо получилось поэтому я взял ацетон внутри значит туда засунул ватку с ацетоном все это вытер вот настолько наверно где-то вот ну насколько сантиметра на 3 ну так вот чтобы не сильно не заливать короче 88 клеем проклеил этот кончик склеил потом значит взял струбцину берете струбцину струбцины зажимаете все оставляете потом подняли колбаску поставили воронку мне вот жена помогла подняли колбаску поставили воронку и спокойненько засыпали в общем-то туда весь кило этой дроби вот я бы сказал что никаких таких проблем вот засыпанием этой дроби такое не знаю что там ее там колотить пинать и прочее там кто чего там но может быть знаете если скажем камера более такая широкая и в нее так засовывать чтобы она прямо раздулась но это как-то но в любом случае можно было бы ее надувать но как ее там надуешь надуешь она сдуется все равно то есть принципе вот она определенного свой какой диаметр она заняла и заняла дальше значит объясняю то есть принципе насыпали потом кто соберется сделать первый раз это мои личные мой лайфхак потом вот так просто обстукиваем обступки во вступки она спокойненько нормально так вот сползает сползает туда до конца я сделал такой размерчик у меня вот он вот какой получился так примерно по шее прикинул ну как знаете в принципе я сделал не так чтобы вот прям как бы плотно на шее сидела с другой стороны вот если вот через голову натянуть вот этот вот этот бублик его можно натянуть в принципе через голову ну так немножко уши там застрию сделал я такой именно диаметр вплотную так скажем чтобы в натяг с головой но чтобы обратно не слетала и в то же время он нормальный вот в принципе вот в эту камеру вот в такую вот 700 вот в диаметр как раз необходимо помещается ровно килограмм дроби ровно килограмм вот вот здесь вот один килограмм потом следующее значит завернули вот здесь потому что здесь пряжка она такая получается она сюда заходит вот потом завернули вот сюда но вот здесь вот есть какая-то определенная проблема потому что принципе я говорю сама идея в том что здесь нет здесь нет такой вот загогулина да здесь получается она ну как бы находится таком вот в свободном движении ну естественно просунул то же самое внутри внутри дырку камеры и обезжирил 88 клеем проклеил думал еще принципе говорю вообще теоретически конечно было бы наверное неплохо неплохо наверно и вот этот стык тоже обезжирить и принципе сразу вот этот хлястик да чтоб он уж точно никуда не уехал у вас ну по крайней мере для чего я вот эти внутри эти внутренности проклеивал для того чтобы но в случае чего по возможности скажем это дробь там не посыпалась где-нибудь правда на дно бассейна теоретически наверно еще и сам хлястик наверно тоже было бы неплохо обезжирить и проклеить чтобы он не не ехал туда но я этого не сделал но как-то вот не сделал но потом думаю может надо было это и и сделать даже следующее такое следующее действие до окончательное чтобы это вот все это приобрело вот такой вот аккуратный вид то есть берем вот эти вот загогулина такие вот сюда загибаем но настолько можно там можно подлиннее чтобы уж надежно держалась вот эти значит загнули потом взяли такую же камеру 700 у отрезали с запасом такой кусок один и кусок второй потом что я следующий сделал потому что так вот ее ну натянуть достаточно сложно наверно теоретически ее можно натянуть может быть если там намочить может быть она лучше будет идти но я мочить ее не стал принципе почему я не стал клеить потому что я чтобы его сюда натянуть я обработал ее тальком был у меня так но обычно на так как он как бы его насыпаешь такой порошок этот скользкий становится вот обработал тальком ну и с некоторым усилием принципе потихонечку вот тут получается когда сюда тянул вот обратно еще вот здесь взял плоскогубцами отсюда вот получается потому что ну никак не получилось пройдите отсюда вот так же даже такой вот кусочек такой вот вырвал плоскогубцами как-то они слетели джинкки отсюда кусочек вот отгрыз поэтому аккуратно то есть плоскогубцами берете или мультитулом то есть такой ты так потихонечку натягиваете там вывернули натянули 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 ну и так потихонечку от натянули все сюда натянули и сюда натянули потом как смотрю принципе разные варианты были есть кто-то делает вот сюда вот можно было резинки стянуть но я сначала сюда стяну потом посмотрел принципе вот такие вот ну которые делают профессионально такие но как скажем так профессионально кустарно которые люди которые делают вот эти вот ошейники там продают их там в районе там полутора-двух тысяч вот у них вот эти резинки вот были примерно здесь резинка примерно здесь и я тоже я просто как бы обратно уже вернул, но обратно там подтягиваю здесь вот, отсюда сюда и вот получается такая его защелка. Ну, вчера попробовал, теперь то, что касается скажем, веса и плавучести. Вчера попробовал одеть с костюмом Славимар, новеньким моим, 2,5 мм, который ну, комбинезончиком сделал, ну, полностью с длинными руками длинными ногами, попробовал поплавать и что я могу сказать о весе в килограмм? Ну, теоретически его хватает хотя практически его в принципе мало и разница в чем, то есть если просто накинуть вот его на шею и плывете в ластах руки вытянули вперед, ну, придали к себе какую-то там гидродинамическую форму, по крайней мере ровно настолько, насколько каждый может себе ее придать вот я такой немножечко вроде бы как уже такой коряжистый, закоряжистый стал, поэтому, ну, придаю насколько она, и эта форма придается, вот, и подплывешь гребешь ластами нормально, то есть смысл какой-то, если руки вперед голова между руками и не одеваешь вот этот ошейнчик, то такое ощущение возникает, что немножечко начинает тянуть наверх, то есть реально, действительно да, за счет того, что может быть чуть-чуть немножко вот, ну, как бы вот так вот, чуть-чуть немножко руки так или руки так, то есть вроде в руки так, вот все равно идешь, они какую-то гидродинамику создают, но у них все равно возникает какая-то условная такая подъемная сила, небольшая такая подъемная сила, но начинает как бы вот ощущение такое, что слегка приподнимать, поэтому если одеваете этот ошейник и плывете с ластами в принципе, мне так кажется, его вполне достаточно, вот, а когда, в принципе, второй вариант, когда я стал просто пробовать думаю, как там этот костюм скользит идет в воде и снял ласт и просто, например, вот с этим ошейником вот в нырке, то есть оттолкнулся от бортика и под водой пошел, ну, неважно там руки впереди или руки там сзади, даже ну, скажем, руки сзади вдоль корпуса, да, прижатые к бедрам, то есть вот идешь, 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 и потом чувствуется, что все равно за счет положительной плавучести костюм начинает всплывать, то есть если, наверное, использовать такой ошейник для, скажем, продолжительного вот этого нырка, да, на гипоксии, без ласт, когда просто человек плывет, вот, но я, правда, еще вот не пробовал, просто времени не хватило мне испытать, поэтому тут я не могу сказать, возможно, в принципе, если гребешь руками и ногами и поддерживаешь определенный, скажем, горизонт, может, его и хватает, но я бы сказал, что, наверное, в принципе, все-таки нет. Такое, мое, такое личное ощущение, что если вот плывете, в принципе, уравновесить плавучесть, и вы хотите получить такой вот горизонт, при том, что вы не имеете сзади такой хороший, такой толкательный рефлекс в виде ласт, наверное, веса нужно больше. Наверное, нужно веса в килограмма два. Ну, в принципе, вот, в зависимости от костюма, телосложения, комплекса, ну, думаю, килограмма два. Ну, а дальше уже там всякие разные варианты, которые, как этот называется, лобстер вот эти, которые такие грузы, которые на спину кладутся, у них там, в принципе, возможность добавления, там они от двух килограмм до трех, три, три с половиной, четыре, пять, потому что я так смотрю, опытные фридайверы вроде бы говорят о том, что если навесить, скажем, шейный груз, то вполне вероятно, например, вы хотите уравновесить, но если костюм там может быть, я не знаю, там, может, костюм трешка какой-то, да, он все-таки, плавучесть у него побольше, да, еще за счет капюшона, если одет, еще дополнительную плавучесть придает. То есть, если вы хотите уравновесить вот верхнюю часть, да, тело, там, голову, шею, то могут всплывать ноги. Поэтому, в принципе, говорят, если уж возникает такая ситуация, ну, я вот думал, там, сделал, думаю, такие бублики на ноги, думаю, ну, как-то бублики на ноги сделаешь, получается, и вся суть, скажем, гидродинамики скользящего костюма начнет сводиться на нет. Конечно, смысл в том, чтобы вот уравновесить все тело и ноги. Вот опытные фридайверы говорят, что, в принципе, нужно еще такой вот, получается, бобробы хвост, да, условно говоря, лобстер, такую фиговину, которая, в принципе, еще имеет дополнительные грузы в стороне спины. То есть, она там какая-то, там, уже такая, 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 ну, какой длины, там, скажем, сантиметров, там, 15. И она прижимает спину сверху и за счет этого уравновешивает все тело, то есть, не дает всплывать ногам. Ну, они дорогие, то есть, они там стоят, там, уже, там, 5 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч, 10, 12, 15. Я думаю, что, в принципе, это исключительно прерогатива профессионалов, ну, или людей, у которых, там, ну, есть деньги, там. Потому что, знаете, там, 15 тысяч, там, какой-нибудь за такой вот, за груз лобстер заплатить, да лучше, наверное, в принципе, купить хорошее, там, я не знаю, там, какой-нибудь ружье, арбалет, какой-нибудь, салвимар, классный. Вот. Ну, вообще, вот эта штука обошлась мне, получается, но не считая пряжки, вот, смотрите, там, 240 рублей камера, 300 рублей дробь, ну, и пряжка, сколько она, может, там, она у меня была, пряжка, там, может, там, рублей, там, 30 стоит. Ну, короче, получается, так, рублей 500, 600. Ну, камера, правда, была со скидкой, может, где-то камера дороже, где-то дешевле, прочее. Теперь следующая, значит, следующая мысль такая, конечно, вариант второй, взять камеру потолще, которая 2.05, 2.25, ну, толще, да, туда, в принципе, сделать примерно такого же диаметра, ну, такого же диаметра, вот она вот, я думаю, что нормальный диаметр, я его могу даже сейчас проверить, примерно. Мне кажется, он получился оптимальный, ну, можно чуть меньше сделать, вот, можно его через голову одевать, то есть, по-вот, по-внешнему, получается, 21 сантиметр, ну, примерно, вот так вот, 21 сантиметр, то есть, реальная длина, реальная длина, получается, самой колбаски, сейчас я скажу, сколько вышло, мне кажется, она такая, нормально вышло, прямо вот в плане в этом ништяк, сама колбаска, так, 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 50, 58 сантиметров, вот, 58 сантиметров, ну, кто поменьше, может быть, где-то так вот, 55-50, 58, вот, примерно, где-то вот в этих вот интервалах, вот, и следующий вариант, в принципе, я говорю, конечно, получается, вот этот ошенник сам по себе, мне думается, что оптимальный его вес, наверное, где-то, ну, по-крайней мере, начальный вес, ну, где-то, наверное, 2 килограмма, ну, вот у меня получился первый такой опыт, кто захочет там сделать, ну, что я посмотрел, вроде видео есть, ну, кто что там, кто чего там, как, да, и все в основном, что пытаются показать это видео по Ютубу, и потом говорить, ну, если вам не охота этим самим заниматься, да, то заказывайте у нас, мы вам сделаем и пришлем, я тоже могу, конечно, сказать, ну, если вы там, вам не охота, заказывайте, я вам сделаю, по крайней мере, такой ошенник, ну, там, рублей, может быть, там, 200 сверху за работу, но это не суть дела, как бы, я не знаю, у меня нет в плане, в общем-то, пока что заниматься изготовлением и продажей таких ошейников, наверное, хорошо было бы так сделать их там, тысячу штук и продать, но я думаю, что это все-таки тут утопические мысли, поэтому суть, проблема в том, что я так прикинул, думаю, ну, ничего, все дорого, где этот там свинец, кто-то там пытается разбомбить аккумулятор и вытащить оттуда какой-то свинец, потом делают дырочки, всякие ванночки, греют, да, в воде там эти капелечки делают, самодельную делают, самодельную дробь и так далее, может быть, можно удешевить процесс, весь процесс, как бы, сложности в чем, да, в том, что, ну, даже сам свинец дорогой, считайте, из расчета примерно, там, 300 рублей, ну, картечь подороже, вроде бы, как, из расчета примерно 300 рублей за килограмм, то есть, килограмм 300, килограмм 300, даже следующий вариант, в принципе, взять камеру побольше купить, двушку, да, и свинца 2 кило, и сделать-то эту колбаску где-то килограмма нам на 2, ну, и второй вариант, в принципе, поскольку это 700-я камера, она длиннющая такая, да, ну, как бы, колесо большое, там, 29-е, что ли, по-моему, какое-то такое, 28-е, 29-е, то есть, это колбасы там дофига, пряжек у меня такие, где-то несколько штук валяется, то есть, ну, и второй вариант, в принципе, сделать точно такую же колбаску, вот я вот думаю сделать просто точно такую же колбаску, только, ну, в принципе, что только, не только, а да, просто еще килограмм дроби купить и сделать еще одну такую, то есть, получится у меня 2 одинаковые колбасы, весом по кило, и просто попробовать, в принципе, можно сделать при желании, наверное, ну, на третью, наверное, уже не хватит, мне кажется, камеры, Ну, при желании, можно даже, наверное, сделать ещё пару этих, если пряжки останутся, ещё пару этих ножных колец. И вообще посмотреть, в принципе, сколько нужно веса, чтобы отгрузить костюм. То есть, в принципе, реально, может быть, там, скажем, сделать таких вот... Ну, если сделать чуть поменьше сюда, хвостики поменьше, прямо строго как бы отмерить, я думаю, что вполне вероятно, может быть, из одной 700-й камеры, которая для шоссейника идёт, может, даже три таких бублика получится. Три бублика, три кило. И выходит, выйдет три бублика по килограмму. И можно, в принципе, пытаться отвешиваться так, как нужно. То есть, повесили один бублик, проплыли, повесили второй бублик, проплыли и посмотрели. Потому что я говорю, единственное, что вот костюм, ну, так ощутимо у него всё равно положительное оплавочность, если вы в костюме, он ощутимо всплывает, когда вы просто идёте, под водой. Да, я так думаю, что если, например, скажем, на задержке дыхания просто свободным ходом, без ласта, например, скажем, какие-то там отрабатывать дисциплины, я думаю, что, наверное, вес, ну, побольше нужен, ну, килограмма два, вот в этой ситуации. Ну, всё. В принципе, вот, мне кажется, получилось очень аккуратно. Вообще, мыслей у меня не было, по крайней мере, пока его там изолентой заматывать. Может, я что-то недопонимаю. Вот. И, может быть, у этой камеры есть какой-то элемент ненадёжности. И, конечно, меня там, наверное, на куски бы разорвали. Фу-фу-фу-фу. Надеюсь, этого не случится. Если вдруг этот, значит, ошейник лопнет, и оттуда там дробь посыпется по всему бассейну, тем более бассейн чистый, там по ночам пылесос ездит, подводный, который дно чистит, и вдруг тут там высыпать эту дробь, я не знаю, меня, наверное, выгонят оттуда. Вот. Поэтому я надеюсь, этого не случится. Может быть, люди обматывают изолентой, не знаю, с какой-то целью упрочнить вот эту камеру. Ну, так, чисто внешне, в принципе, камера, ну, пока она прочная. Никаких соплей нету, да. Так вот, её я силиконом обработал, просто, чтобы она не была такая в тальке и засовшая. И сами вот эти резинки, я вот посмотрел, в принципе, мне кажется, вот как делают эти профессиональные продавцы вот этих бубликов, в принципе, у них сделано так же. Единственное, что у них вот эти резинки там разноцветные, ну, где они их берут, я не знаю, может быть, там есть какие-то цветные камеры, доходят там какие-то цветные камеры. Ну, в общем, сама идея, да, короче, взяли, внутреннее заклеили, я думаю, что и хвост, чтобы уже, по крайней мере, не получилось, чтобы он отсюда выдрался, хотя, наверное, это маловероятно, тоже лучше обезжирить, приклеить, поддержали, предварительно струбцинами, значит, зажали и сверху надели резинки. Всё, и получился вот такой вот красивый бублик. Ну, и чтобы натянуть вот эту резину, потому что, получается, эта резина, эта резина, они одинакового диаметра, её просто так, ну, не натянешь. Её, да, можно, конечно, там попытаться, может быть, смазать, там, не знаю, там, маслом каким-то минеральным, можно касторовым маслом попробовать смазать, и по маслу она там скользить будет тоже, как вариант. Но оно всё будет жирное такое, всё будет в руках скользить, поэтому я говорю, самый простой вариант, действительно, мне кажется, это использование талька. Вот я попробовал использовать тальк, ну, усилие всё равно требует, то есть, требует усилие такое, да, такое, достаточно такое серьёзное, там, с помощью, там, вот, мультитула, там, как-то протянуть, потому что, ну, в какой-то момент тяжело эти пряжки очень протягивать, но лезут, я думаю, на сухую, это было бы сделать труднее, но с помощью талька это вот возможно. И вот получился такой вот аккуратный, там, бублик. Это мой первый опыт. Я говорю, масса я посмотрел каких-то видео, хороших и не очень, и мне показалось, что у всех получается такой, достаточно грубый продукт, особенно в плане вот этого вот крепления, вот здесь вот, потому что, ну, кто что, да, какие-то там, не знаю, сюда, там, какую-то стропу завести, да, потом одеть сюда камеру, здесь этим затянуть, отрезать. То есть, во-первых, получается, здесь остаётся большой свободный ход. Если, значит, здесь просто перетягивать, да, то получается, тут остаются такие вот, ну, ну, всякие разные, не знаю, торчки, там, какие-то, висюльки, прочее. То есть, вот как бы здесь, я вообще не понимаю смысл вот этого, может, у каждого своё ноу-хау, я вообще не понимаю смысл вот этой всей херни, там, та, которую там из этих пластиковых лент, таких вот, с защёлками, с этими, с, ну, с этой, со стопором, да, затягивают. Зачем всё это сделано? Может быть, там, у людей появляется какой-то там отрицательный опыт использования тех или иных систем. Зачем? Ну, что мне кажется, вот это вот в данном случае пока не развалилось, всё держится, всё нормально. Вот, и я видел, говорю, эти вот, ну, на сайте профессиональные такие вот, ошейники, которые вот изготовлены, вот, они вот сделаны именно вот таким образом, то есть, с таким вот, не кольцом именно, а нормально, такой хороший вот такой вот кусок резиновой камеры сверху натянули, и всё, и она сидит плотно практически. И главное, вот видите, как получается всё аккуратно, ничего нигде, ничего не торчит, нигде ничего не шьёт, не трёт шею, только, может быть, только вот, вот здесь вот и то, вот, 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 чуть-чуть, да, такое вот ощущение, что вот-вот, тут вот такие маленькие, как бы, вот его краешки, которые могут тереть, ну, не труд, потому что вот, и всё, и пряжка она закрыта полностью, всё вот. Так что я думаю, что вот такая система имеет право жить. Ну, всё, всем пока. Всем привет! Такое видео, значит, ещё о чём. Я показывал, как я сделал одну такую колбаску шейную, да, из дроби, здесь, я уже говорил, дробь-восьмёрка, вообще, то, что там была пряжка, какая у меня, да, ну, и такая общая технология, резинки. На костюм два с половиной Салвимар, закрытый, да, ну, без капюшона. Это такой тренировочный, скажем, костюм, плавательный. Нормально килограммчик, ну, в какие-то моменты, если, скажем, плыть в руки вперёд, да, так, чтобы, то возникает некая подъёмная сила, и такое ощущение, что килограммового груза недостаточно. Поэтому, в принципе, у меня просто оставалась, значит, вот эта вот кишка резиновая. Я заехал в магазин, купил ещё дроби, семёрки, правда, на этот раз, семёрки, и сделал ещё одну такую колбасу. Значит, что, какие-то интересные особенности первые, значит, ещё были. Стал искать эти пряжки, целая проблема, да, я не знаю, где-то надо искать, в каких-то магазинах ткани, где были, там нету, в каких-то магазинах охотничьих, там вот таких вот застёжек нет, там, блин, что-то такое, проблема эти пряжки найти. В общем, у меня было пару этих старых пряжек, и когда я их стал одевать, возникла какая-то проблема, то есть, вот тут вот она ломается, не знаю почему, ну, может быть, от старости, может, просто некачественный пластик, но, как всегда, то есть, я её одел, сделал, в принципе, у меня пряжка лопнула, и стала расстёгиваться, я её клеил клеем, но получается всё равно не то, что надо, ненадёжно. Даже один раз расстегнулась. Я поэтому вынужден был всё это переделать, вот эта пряжка, получается, она такая, и от рюкзака какого-то там, поясная застёжка была, но они стандартные, такие, под вот эту вот, как называется, под 700-ю камеру. Поэтому единственное, что у неё плюс какой, у этой здесь получается вот обычная такая вот, с этой стороны обычная такая штука, и чтобы она не выехала, её нужно подклеивать. Вот, здесь получается плюс в том, что она что с этой, что с этой стороны со специальным таким элементом противоскольжения, она сюда заправляется, затягивается, сюда тоже заправляется, затягивается, а потом натягивается резина. Сначала, в принципе, я говорю, я натягивал её вот сверху, и это не очень удобно. Потом, как-то более или менее приспособился, я что делал? То есть, я одеваю резинку сюда, я одеваю резинку сюда, переламываю, там, как бы загибаю её пополам, закидываю, потом, ну, тоже немножко, это, конечно, всё так хлопотно, неудобно. Потом затягиваешь вот этот хвостик, он хвостик вот такой длины, да, затягиваешь, уже не клеил, потому что здесь противоскольжение. Туда затягиваешь, подтягиваешь, потом раскрываешь сверху сюда его, да, потом оттуда этими мультитулом раз там немножко с этой стороны отогнул, подтянул, трынк её сюда, вытащил, а потом эти резинки сюда уже подтянул. Ну, в общем, со второго раза как-то немножко больше помучался, ну, получилось в итоге что-то, наверное, какая-то более такая ажурная конструкция с вот такой вот красивой застёжкой. В общем, сейчас давайте ещё взвесим. Честно говоря, дроби по кило, сами, наверное, эти штуки весят, наверное, больше. Интересно, сколько она там, сколько каждая весит, по факту-то, в итоге. 1057 грамм. Ну, как всегда, наверное, дроби не досыпает, потому что, мне кажется, резинки и застёжки, наверное, больше, чем 57 грамм весят. Ну, и это сколько она весит. 1073 грамм, вот. 1073 грамм, ещё раз. 1048 грамм, ну, плюс-минус. В общем, да, практически можно сказать, что весит они по килограмму. Так что, сделал я такую вторую. И что я могу сказать? 2-х килограммовая. Я, конечно, не знаю, там есть разные всякие, разные люди, опытные фридайвинги, фридайверы, да, которые эти, ну, грузы шейные используют. Ну, многие, кто уже профессионально ныряет, говорят, что используют грузы в виде этого, как это называется, амара, лобстера. Амара, лобстера. Наверное, это удобнее. И позволяет они там добавлять грузы, да, там, 2, 3, 4, 5, 6, там, 8, там, килограмм. Ну, не знаю, насчёт, там, 8 килограмм. Ну, это уже для таких нормальных, тяжёлых, охотничьих костюмов. Потому что, скажем, костюм весом, весом, говорю, толщиной в 5 миллиметров, ну, требует, наверное, там, 8-9-10 килограмм грузов. Не знаю, для чего. Но если 3,5-миллиметровый, то да. То есть, я что хочу сказать, что вот на костюм Салвимар 2,5 миллиметра не толстый такой, тонкий. То есть, я повесил вот эти вот 2, при моём весе, грубо говоря, в 100 килограмм. И проценте жира, например, наверное, больше 12. Ну, процентов 15, может, у меня там 17 процентов жира. Не получается, да. Так как у Майкла Феллпса 4 процента подкожного жира. Ну, не знаю, говорю, у меня было, наверное, лет 18, когда у меня, наверное, было процентов 8. Вот. Я тону. То есть, как тону? То есть, получается, у меня при весе вот этих штук шейни 2 килограмма, у меня получилась нулевая плавучесть. Если я выдыхаю воздух, то погружаюсь. Если вдыхаю, то плаваю. Если как бы средний такой неглубокий вдох, то можно сказать, что я всё-таки тону. То есть, реально, насколько тело плавучее, я не знаю. Я думаю, что, в принципе, крупное тело с неким дополнительным процентом жира всё-таки более плавучее, чем мелкое тело. Думаю, человек весом в 100 килограмм, наверное, должен быть. Ну, теоретически. Хотя, может, это и не факт. Может, более плавучий, чем человек весом в 70 килограмм. Ну, не факт, да. Особенно, если там учесть как бы титановые детали в моём организме. Может быть, я тяжеловат. Да, так как терминатор. Так что, вот так вот, 2 килограмма. В общем-то, я бы сказал, что для нормальной плавучести костюма в Салвимару 2,5 нужно убрать было бы, наверное, грамм 200. Ну, я убирать не буду. Просто получилось вот 2 килограмма. Реально, для динамического плавания в ластах, думаю, 2 килограмма в самый раз. Ну, правда, конечно, желательно более глубокую дорожку такую. Обычная дорожка глубиной, которая там метр стандартная, наверное, да, чтобы шея торчала. Сколько там? Ну, метр семьдесят, да, наверное. Кажется мелковато. Если глубже, или желательно бассейн, или бассейн, или бассейн был, чтобы с отклонением. В общем, вот так вот. Опять пришли, перебили. Сейчас, да, тогда я заканчиваю. В общем, 2 килограмма, да, это нулевая плавучесть. Если набрать воздух, то в плюсе, если выдохнуть, то в минусе. Килограмм для того, чтобы делать просто, скажем, плавание без ласт, 2 килограмма, чтобы в ластах. Ну, всё. Так что, дерзайте. Вот мои результаты, опытов и экспериментов.